Дыра размером с футбольный мяч и гнилые балки. Через потолок в квартире, как рассказывает Надежда Смиренного, можно смотреть на улицу. Такая же проблема и в квартире Ольги Басковой. Из-за этого молодая мама уже 4 года снимает комнату у соседки. Но там разваливается печь. Там до самого конца эта вот щель большая. Выходит и копоть постоянно, сажа, и огонь бывает выходит. Даже кресло немного задымило, успели потушить. И прогоревшая печь не единственная причина, по которой местные жители опасаются пожара. Кроме обвалившихся потолков и дырявых печей, жители постоянно беспокоят незваные гости. Владелец этой квартиры умер несколько лет назад. Ее уже успели облюбовать бомжи. Как видим, постоянно, судя по всему, они курят и готовят еду на электрической плитке. Естественно, жильцы боятся, что их дом в любой момент может загореться. Более того, газ здесь только в баллонах. Жители постоянно чувствуют себя, как на пороховой бочке. И отмечают, в случае пожара или другого ЧП, особенно по весне или зимой, помощь до них просто не дойдет. Машинам не проехать. В доме нет ни воды, ни центральной канализации. Устарела проводка, разваливаются лестницы. С обратной стороны здания разъезжаются бревна. Жильцы уверяют, перспективы у дома плачевные. Но сроки расселения постоянно переносят. 14-й год, 15-й год, все только дадут, дадут. Теперь уже 16-й обещали год, ничего нет. 17-м уже теперь поставили, только на очереди стоим. В администрации парируют. Этот дом на Пионерской попал в последнюю четвертую очередь на расселение. Но для его жильцов уже строят новые квартиры. В соответствии с контрактом подрядчик должен выполнить работы к июлю 2017 года. Но вот так, скажем, по предварительной договоренности и по графикам, которые предоставляют строители, возможно, строительство дома по адресу Советская, 59 будет закончено к концу текущего года. Соответственно, жители этого дома получат квартиры в конце текущего или начале следующего года. Вот только в сентябре 2017 года программа по расселению ветхого аварийного жилья заканчивается. И в областном департаменте строительства отметили, если к этому сроку люди не получат новые квартиры, местные администрации получат штрафы. Если муниципальное образование не выполняет восстановленный срок программы, то у нас по договору прописаны штрафные санкции за просрочку переселения одного жилого помещения в день 500 тысяч штрафов. А пока жильцы на Пионерской вынуждены снимать жилье тем же, кто остался в полуразвалившемся доме. Представители Гаврилов Ямской администрации обещают залатать печи к началу отопительного сезона и предложить маневренный фонд. Но его организуют только к декабрю этого года. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.